Привет всем подписчикам, а также случайным зрителям. И в этом видео я для вас подготовил новую подборку крутых тем, которые изменят ваш смартфон до неузнаваемости. Вы сможете его прокачать и немножечко освежить. Ну что ж, не теряя времени, давайте приступим. Заходим в настройки, темы, ваш личный кабинет тем из официального магазина тем. Чтобы получить более расширенные настройки и более расширенный выбор тем, вам нужно сменить ваш стоковый регион на Индию. Я эти три темы уже скачал, вам только предстоит это сделать по названию. После того, когда вы измените регион на Индию, в настройках в поиске вы сможете найти по названию эту тему. Первая тема, мы ее применяем. Напишите в комментариях, какая тема ваша самая любимая, мне очень интересно узнать. Смотрите, как выглядит наша первая тема, а движущаяся анимационная такая заставка на рабочем столе. Как выглядит наш рабочий стол. Ярлыки у нас небольшие, читабельный текст, все четко и по делу. Все хорошо, приятно видно, зрение не напрягается, можно сказать, что это темная тема. Как выглядит меню блокировки экрана. Все очень просто выглядит. Прикольно по-своему. Эта анимационная картинка, она не садит вашу батарейку слишком сильно, потому что мало цветов. В основном преобладает черный. Поэтому эта тема имеет место быть. Как выглядит меню уведомлений. Ну, все оригинально, по-своему уникально. Если наш функциональчик активирован, то он окрашен в синий цвет. Если нет, то в серый цвет. Меню настроек. Стандартное. Лишь изменены значки нашего функционала. Значки здесь разные. Вот смотрите, Wi-Fi, как бы значок Супермена. Ну, так немножко похоже. Меню вызовов. Тоже, в общем-то, стандартно. Синие цифры нашей звонилки. Классная тема. Имеет место быть. Поэтому, если она вам понравилась, можете установить на свой смартфон. А мы приступаем к установлению второй темы. Старий Sky Dual V11. Она называется. Применяем. Ждем пару секунд. Телефон сейчас адаптируется под нее. Вот. Очень классная, ненапряженная, расслабляющая тема. Вы смотрите на нее, зрение не напрягается, все четко, читабельно видно. Значки ярлыков небольшие, хороший видный текст, прикольный виджет. Меню уведомлений. Наш функционал выглядит в виде папок. Но, по-своему, прикольно. Если функция включена, то окрашена в красный цвет. Нет, в желтый цвет. Меню наших вызовов. Прикольные цифры, окрашенные круглым серым. Кружком цифра. Красный текст. По-своему уникально. Меню настроек. То же самое, стандартное. Изменены лишь значки. Меню блокировки экрана. Смотрим. Тоже все простенько. Без лишних напряженных моментов. Время, день и классный фон на заднем виде. Можно сказать, что это тоже темная цвета. Ярлыки, кстати, имеют немножечко мультяшный вид. Как будто они нарисованы. Теперь мы приступаем к нашей третьей теме. Так, сейчас, секундочку. Так, так, так. Вот она. Классик V11. Применяем. Ждем пару секунд. Так, тема применилась. Эта тема мне очень понравилась. Особенно своим виджетом. Особенно своим внешним видом. И своей обойной. Очень прикольная тема. Так, зеленый цвет преобладает в меню уведомлений. Круглые ярлыки. Если ярлык активирован, то зеленым цветом. Меню настройки у нас тоже, в общем-то, вообще стандартное. Меню вызовов тоже стандартное. Меню блокировки экрана. Ну, такие вот небесные светила. Тоже расслабляющая, ненапряженная тема. Очень сильно мне здесь понравилось сочетание цветов, контрастность, сочность, яркость. И классный виджет. Мне он очень понравился. Особенно. Чем он мне понравился? Время в отдельном кружочке. Погода в отдельном. Заряд вашей батареи в третьем. Все четенько, понятно, видно. Спасибо, ребят, всем за внимание. Всем успехов. Спасибо. 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 Спасибо.